Всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на своем канале и сегодня у нас будет незапланированная распаковка. Мне пришла небольшая посылка с ниточками, досталась она мне совершенно случайным образом, просто вот так вот, как говорится, сложилась ситуация, но этому я очень рада. Давайте вместе откроем и посмотрим. Я примерно знаю, что там лежит, представляю, что там такое, но давайте все-таки посмотрим вместе. Я вообще очень люблю снимать видео по распаковке. Всего у меня два вот таких вот мешочка, но я вам все отдельно покажу. Давайте начнем с первого. Нам понадобится ножницы, чтобы это вскрыть. И открываем. Ого! Так, я, наверное, сделаю еще один надрез. И отвожу в сторону. Буду показывать вам все ниточки по отдельности. Вообще, скажу сразу, что я не планировала в ближайшее время делать закупки каких-либо нитей, потому что у меня коллекция уже достаточно большая. Кстати, хочу отдельно снять видео вам и по моей коллекции вообще, чем я чаще всего плету, какие нитки нравятся и какие изделия получаются из тех или иных нитей. Я думаю, что это будет очень полезное видео, особенно для новичков. Итак, вот первые ниточки, которые мне попадаются, это Капрон 50К. Они, кстати, даже подписаны вот здесь вот сверху. Надеюсь, вам хорошо видно. Бобины немаленькие, то есть изделий из таких ниток сплести не получится достаточно большое количество. Сразу предупрежу, что на камере они кажутся чуть темнее, чем в жизни, но цвет очень интересный. Кстати, таких бобин мне пришло, если мне не изменяет память, целых три штуки. То есть, в принципе, я могу сплести из этих ниток целую коллекцию каких-либо украшений. Если вы знаете, то на канале я очень часто хвалю Капрон, потому что мне, в принципе, нравятся изделия, которые получаются из них. Это, кстати, производство МОС-Нитки. Откладываем в сторону. Далее мне попался Лавсан, это 70L. Вот он подписан, это Лавсан чистый. Я, кстати, думала, что посылка у меня будет именно из Капрона. Но это даже неплохо, Лавсан мне очень нравится. У меня, кстати, есть похожие оттенки. Я сейчас покажу. Вот, например, тоже Лавсан. Но, видите, у них разные оттенки. И это очень-очень хорошо, потому что, если бы у меня были одинаковые оттенки, их нельзя было бы между собой комбинировать. А так можно скомбинировать два цвета. Далее, я так понимаю, это тоже Лавсан, скорее всего. Нет, представляете, я ошиблась. Это Капрон. Хотя, по ощущениям, почему-то мне показалось, что Лавсан. Вообще, если честно, ниточки все вот между собой похожи. Вот если вот этот Лавсан я почему-то сразу определила. Ну да, у них разная скрутка. Не знаю, на камере видно или нет, но у них немножко разная скрутка. Так, такой Капрон. Тоже вот такого красивого бежевого цвета. И, насколько я помню, у меня таких будет три моточка. Точно, их три. Цвета прям просто. У меня, кстати, Вега есть в таких оттенках. Сейчас тоже вам покажу. Вот, для сравнения сразу покажу. Это Вега. Похож цвет, но немножко не такой. Вот, в жизни, кстати, мне кажется, он даже, хотя, тут, наверное, больше играет роль именно структуры нитей. У Капрона блеск все-таки ярче. В Веге он, мне кажется, немножко другой. И также, для сравнения, покажу еще Капрон. Примерно в таких же оттенках. Видите, он немножко желтей. Это уже Капрон у меня тоже, по-моему, 50К. Но, видите, намотка немножко другая. И также у меня есть Лавсан. Вот, посмотрите, кстати, Лавсан тоже очень похож. Лавсан все-таки видно. Он менее блестящий, но нитка тоже очень хорошо смотрится. У Капрона больше блеск. Ну что же, давайте теперь отложим в сторону. С этим бежевым Капроном мы разобрались. Как вы заметили, палитра у меня достаточно уже обширная. То есть, почти каждого цвета у меня есть по несколько оттенков. Смотрим далее. И мне попадается вот такая вот изумрудная бобинка. Тоже 50К. Это тоже у нас Капрон. Цвет просто изумительно красивый. Вот это вот прям красивый изумрудный оттенок. Смотреться в изделии будет просто шикарно. У меня их тоже три штуки. И хочу показать вам аналоги моего Капрона. Вот посмотрите, в двух оттенках у меня есть вот такой Капрон. Их тоже можно между собой сочетать. Между собой они немножко отличаются. Далее у меня также есть два вот таких зеленых цвета. Они уже такие более травянистые оттенки. Посмотрите. Эта палитра просто вообще шикарна. Честно. Теперь я смогу плести изделие. Я, кстати, давно об этом мечтала. В одной цветовой гамме, но с разными оттенками. Это, кстати, у меня Капрон немножко потолще. Это даже видно. Не помню, какой это номер. Но вот таким Капроном я плету в одну нить. И вот такой Капрон у меня уже идет немножко потоньше. Им я плету обычно в два сважения. Также здесь еще бобина. О, кстати, это я, видимо, пропустила. Не досмотрела. Это тоже такой же бежевый хороший оттенок. И еще вот такой тоже Капрон 50К, но цвет уже чуть другой. Опять мы видим, что их можно сочетать между собой. Продолжим распаковывать следующую посылку. Это уже второй пакетик. Итак, опять отвожу в сторону и буду вам показывать по отдельности. Так, вот эти вот нитки даже с номером. Ну, почему-то я не вижу никакого обозначения. Если честно, я даже не уверена, Капрон ли это. Если честно, врать я не буду. Это, скорее всего, полиэстер. Единственная фирма, я вам сказать не смогу. Они у меня пришли без обозначения. Вот такой красивый желтый цвет. У меня, кстати, есть Vega интересного, тоже желтого цвета. Сейчас я вам покажу. Вот для сравнения Vega. Ну, похожие оттенки. Естественно, это более чисто желтый. Это более приглушенный цвет. Кстати, такую я, наверное, даже больше люблю использовать в работе, нежели этот. И также у меня есть еще один оттенок желтого. Это уже Капрон. Более такой лимонный, насыщенный. Итак, смотрим дальше. О, у меня попадается вот такой хороший пудровый цвет. Да, мне кажется, все-таки это полиэстер. Цвет тоже не подписан. Намотка не особо большая. Но, в принципе, такой достаточно, чтобы сплести хорошее массивное колье и, например, какие-то серьги или даже браслет к нему. Этого хватит. Вполне. Наверное, даже, кстати, нитки еще и останутся. У меня есть похожий цвет, но уже из лавсана. Это была посылка сюрприз, даже посылка подарок. Вот, посмотрите. Опять. Вот, я смогу сочетать два оттенка. Но вот эти вот два сочетания мне безумно нравятся. Следующие ниточки. Это вот такой вот интересный синий. Кстати, давайте сравним. Буквально недавно мне пришла посылка с вегой, которая была тоже в таких же оттенках. И очень мне интересно сравнить сами ниточки. Будет ли подходить цвет к веге, чтобы скомбинировать их между собой, или же это аналогичные цвета. Вот у меня вега, которая пришла недавно. Нет, вот этот цвет, он более темный. Не сильно заметно, но разница есть. Их бы вместе я, скорее всего, не сочетала бы, потому что разница будет, ну, минимальна. Также у меня есть вот такая бобина больших ниток веге. Но, скорее всего, вот эту вегу лучше сочетать вместе с более светлым оттенком, нежели с вот этим. Он, кстати, получается, мне кажется, уходит в серый какой. Мне даже кажется, что этот цвет немножко уходит в серый графитовый. Продолжим. О, ну здесь обычный, стандартный, хороший черный цвет. Прям насыщенный. Цвет приятный. Мне нравится. И он, видите, подписан как 115-й. Не уверена, что это за производитель, поэтому, если вы в курсе или узнали бобины, то напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что, я думаю, это будет полезно для других людей, которые будут смотреть это видео. Так, теперь красивый, похож на какой-то бронзовый оттенок. Да. Кстати, если вы помните, у меня на канале тоже была распаковка с ниточками, которые мне прислали в подарок. И там был интересный цвет опал. И вот так выглядит опал, а вот так выглядит полиэстер. Посмотрите, ну, в принципе, их вместе сочетание смотрится очень богато и красиво. Кстати, на камере это смотрится даже лучше, чем в жизни. Нитки сами по себе красивые, но, мне кажется, в жизни это более коричневый цвет похож. Вот, когда рядом вот я поставила опал, эти более как раз-таки золотистого оттенка. Но почему-то на камере они смотрятся похожими цветами. Далее у нас остается всего лишь две бобины. О, красивый бордовый цвет. Я вижу на камере, что вам не видно. Поэтому бобину я специально вам разверну, чтобы было более понятно, что это за цвет. Это прям темно-бордовый хороший оттенок. Остался последний цвет. О, это, кстати, графит. Прям хороший серый графит. Но вот с вот этим серым он явно не сочетается, который я показывала ранее. Скорее всего, его лучше сочетать, наверное, с синим цветом, который я вам показывала. Да, он сразу кажется почему-то синим на этом фоне. Удивительно. Мне казалось, что цвет не сильно поменяется. Но нет. Вообще, такие цвета, это, наверное, универсальный оттенок, который подходит под почти любой цвет. Он его будет гармонично дополнять. Главное, чтобы он был по палитре такого же холодного цвета, как и эти ниточки. И на самый последок я оставила интересные, красивые нитки. Давайте посмотрим. Это Мадейра. Посмотрите, вот такие вот металлизированные ниточки. Их, скорее всего, я буду использовать в сочетании с обычными нитками. То есть, например, я буду наматывать тоненькую нить Мадейры и сразу же дополнительно к ним обычную ниточку. То есть, смотрите, вот синие. То есть цвета как будто бы созданы друг для друга. Я такими нитками еще не пробовала ни разу плести. Поэтому буду пробовать. У меня, кстати, еще и серый цвет, также красный, очень яркий, красивый, насыщенный оттенок, золото и серебро. Вот такая вот интересная палитра у меня теперь есть. Ни разу не пробовала. Очень хочу попробовать. Вот эти серые, кстати, можно с серебром сочетать. И также у меня есть опал, который также можно, в принципе, сочетать и золотом, и серебром. Это все можно между собой миксовать и пробовать разные цветовые решения. Я хочу сказать большое спасибо за посылку, потому что такая возможность предоставляется не каждый день. Но вот так вот, как говорится, подвернулась судьба, чему я несказанно рада. Потому что я теперь могу попробовать и Мадейру, и вот такую вот интересную, красивую цветовую палитру всех оставшихся бобин, которые у меня теперь здесь есть. Ну что же, сегодня получилось такое небольшое внеплановое болтологическое видео, где я показала вам свои новые покупочки. Всем большое спасибо за просмотр, не забывайте ставить мне лайк, а также пишите ваши комментарии, какими нитками вы пользуетесь, что вы из этих, например, пробовали. Кстати, напишите также, нравится ли вам Мадейра в работе, возможно, я что-то смогу перенять из вашего опыта, потому что я такими нитками еще не пользовалась. А на сегодня у меня все, всем спасибо, до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok